МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Такими словами часто заканчиваются многосерийные фильмы и мыльные оперы. Но эта история никакого отношения к кинематографу не имеет. 5 июля на основании иска прокуратуры городской суд запретил салону красоты Византия оказывать медицинские и косметологические услуги населению. Причина конкретная – отсутствие лицензии. Казалось бы, в деле наконец-то можно ставить точку, но не тут-то было. На днях в редакцию канала «16» обратилась бывшая клиентка Византии. Летом прошлого года женщина повелась на заманчивое предложение о подарочной косметологической процедуре, а дальше все по знакомой схеме. Потом предложили мне заключить с ними договор на оказание косметологических услуг путем оформления кредитного займа, потребительского займа в КБ ООО «Ренессанс». Я такой человек, легко поддающийся на уговоры, и все было так и рассказано, и преподнесено в таком хорошем свете. В результате сумма взносов ежемесячных составляла 2 тысячи, порядка 2 тысячи я так и трачу примерно, там маникюр, там что-то еще. Ну, посчитала, что это будет для меня приемлемо. Подумав, Вера решила договор расторгнуть и потребовала на месте составить акт о расторжении соглашения. На тот момент она не воспользовалась ни единой услугой салона. Когда акт был составлен, Ольга Александровна обязалась, что они в течение 10 дней вернут банку сумму займа за неоказанные услуги. Мы забыли друг о друге на целый этот год. С банком мне не звонили, не информировали, что там у меня просрочка платежей, или что у меня там растет долг, или что-то еще. То есть от банка весь этот период информации о задолженности имеющейся не поступало. А несколько дней назад Вере пришло смс-сообщение. Вы имеете задолженность по потребительскому кредиту. Сумма 64 тысячи рублей. За разъяснениями Вера сразу отправилась в Византию. Встретила все то же самое Ольгу Александровну. Она была там, на месте. Я объяснила ей ситуацию. Она ничего не отрицала. То есть она не отрицала, что они обязаны были вернуть этот долг. И она не отрицала, что они этот долг до сегодняшнего дня не вернули. И что они его потихоньку оплатят. Больше недели Вера обивала пороги этой конторы и слушала обещание вернуть долг. А в очередной раз, выходя ни с чем, она обратила внимание, что салон сменил название. Теперь над ним красуется вывеска с надписью «Фантазия». Наша съемочная группа выехала на место вместе с Верой Копенос. Облатим долг. Когда? В ближайшее время. В ближайшее время. Каким сроком рассчитывать? Не могу вам сказать точно, каким сроком, но в ближайшее время. В ближайшее время, может быть, растянуться на месяц. Вы поймите, что 29 числа будет совершенно другая сумма. Меня беспокоит коллектор, я не хочу, чтобы они этого делали. Я понял. Мы примем их сведения и постараемся закрыть. В разговоре, кстати, прозвучало имя некого Максима Юрьевича. Так, по некоторым данным, зовут директора Византии. Какое отношение он имеет к фантазии и как связаны эти компании, мы решили выяснить у сотрудника, который, к сожалению, отказался представиться. Мы не проходим цинскую деятельность. Не надо, что мы не можем. Только переняли их клиент, но в нем цинскую деятельность. Как вы переняли эту деятельность? Вы сказали, что это был юридический какой-то акт? Так кто же теперь должен деньги банку? Уже не существующая Византия или возникшая ниоткуда фантазия? Вера уже отнесла заявление в полицию. А мы, в свою очередь, просим считать этот сюжет журналистским запросом в прокуратуру. Сыровщанин Кирилл Тюпанов в составе команды Нижегородской области занял первое место на 22-м чемпионате России по купольной акробатике в классе четверки перестроения. В соревнованиях, проходивших в Мензелинске, Татарстан, участвовали спортсмены из Сургута, Московской, Брянской и Свердловской областей. По итогам выступления Кирилл Тюпанов и еще три участника команды выполнили норматив мастера спорта международного класса. Нижегородские спортсмены будут представлять российскую команду на чемпионате мира 2016 года в Чикаго. В августе хоккейный клуб «Саров» проведет несколько контрольных встреч, после чего тренерский штаб должен окончательно определиться с основным составом на предстоящий сезон 2016-2017. Первым соперником «Саровчан» станет «Саратовский кристалл». Игры пройдут в Ледовом дворце 1 и 2 августа, начало в 18.30 и 13.00, соответственно, в ход свободный со стороны торгового центра «Плаза». 5 августа команда отправится в Рязань, где скрестит клюшки с одноименным клубом «ВХЛ». 13 августа «Саровчанам» предстоит встреча на родном льду против хоккейного клуба «Мордовия». Начало в 13.00, в ход свободный. Ответные поединки пройдут в Саранске 15 и 16 августа. Россияне больше не будут получать свидетельства о праве собственности на жилье. 15 июля вступил в силу закон, который отменяет выдачу такого документа. Вместо свидетельства владельцам недвижимости будут выдавать выписку из Единого государственного реестра прав. Бумагу, которая описывает, кому именно принадлежит объект, сообщает РБК. Уже выданные свидетельства о праве собственности сохраняют юридическую силу. Однако, по сути, становятся бесполезными. Для проведения сделок с жильем этот документ не требуется. Изменения не приведут к хаосу на рынке жилья, считают эксперты, так как запрос выписки из Единого государственного реестра прав и прежде был обычным этапом сделки по обмену или купле-продаже. Две трети лета уже позади. Кто-то успел отдохнуть, кто-то еще планирует. Как показывает практика, курс условных единиц, дактилоскопия, политическая и экономическая нестабильности вынудили людей обратить внимание на Россию. Очень много в этом году экскурсионных тур в Калининград, Байкал. Питер пользуется беспрецедентным спросом, повышение продаж идет, круизы по Волге, круизы по Средиземному морю. Все равно это все осталось. Даже те туристы, которые в прошлые годы предпочитали зарубежные туристы, с удовольствием вспомнили, что у нас есть наша юга, которые, в общем-то, неплохие, скажем так. Те, кто не побывали в Крыму в прошлом году, поехали в этом. Правда, пришлось столкнуться с проблемами. Рейсы, как регулярные, так и чартерные, переносят. И туроператоры тут бессильны. А еще российским курортам по качеству обслуживания еще далеко до привычной и любимой многими Турции. Сравчане хотят там отдыхать. И как только посещение этой страны стало доступным, люди поторопились за путевками. Не отпугивает их ни танки, ни стрельба. Но пришлось столкнуться с другой проблемой. Запрета посещения Турции нет, запрет полета. То есть и наши туристы оказались в таком странном положении, что в Турцию можно, но непонятно как. Все ждут Турцию. Что сказать, даже никакой ни Тунис, ни Греция, ни Испания не смогут заменить Турцию. Как мы не стараемся? Ни Крымом, ни Краснодарским краем. Никак. То есть все ждут Турцию и ждут не сезон Египет. Это коротко, что можно сказать. И мы ждем, и туристы нас ждут. Звонки идут постоянно все время. Не Турция единой. Все-таки туристы, которые привыкли к зарубежному отдыху, остались. Тунис в этом году очень популярный. Тунис, Кипр, Греция. Греция для детей, для взрослых, с экскурсионной, с пляжной точки зрения. Поездок очень много. Ну вот это основные. Болгария. Болгария. То есть, ну вот это, наверное, основной топ курортов, куда едут. Тем не менее, осталась Европа, ее не так много. Все равно едут по экскурсионным турам в Италию, в Чехию, в Венгрию. Кстати, в Венгрии вот обижены как-то. Там есть много чего посмотреть, и она достаточно недорогая. Мы спросили у горожан, где они отдыхали или планируют отдых в этом году. А у нас в этом году отпуск уже был. Мы его провели в городе Анапа. Мы отдыхали вместе с внуками. А почему выбрали именно это место? А это место, потому что курорт Анапа – очень хороший детский курорт. И мы там облечивали своих внуков. Успешно? Да, успешно. Свой декретный отпуск в этом году я буду проводить в городе Сарове, потому что у меня маленький ребенок. Здесь очень удобно ехать с маленьким ребенком куда-то. Я не рискну. В своем родном городе, на фонтане. Жалко только то, что он не всегда работает. А у меня есть вообще отпуск-то? Какой он отпуск? Я только в октябре иду, я не знаю, какой там отпуск, и что и как, куда поедем. Предприятие банкрот, денег нет. Я буду отдыхать в лагере «Лесная поляна», потому что вообще никуда раньше не ездили. И решили поехать в этот лагерь. А я останусь здесь. Я не буду никуда ехать, потому что мне здесь нормально. Я поехал к родителям. Они взрослые, я здесь просто работаю, поехал к ним. Как бы я отдохнул там, в Саратове, на Волге. Отпуск – это редкая радость, которую мы ждем целый год. И чтобы он прошел максимально комфортно, нужно подготовиться заранее. Если вас интересует самая достоверная информация, и самые последние туристические новости, и самые лучшие предложения, приходите к нам в салон «Путешествие Бон Вояж». В пятницу 22 июля в Саруе пасмурно ожидаются дожди и грозы. Температура плюс 20, вечером 18, выше ноля. Ветер восточный до 5 метров в секунду. В Нижнем Новгороде 21 июля облачно, небольшой дождь, гроза. Днем 28, вечером 22 градуса тепла. В Москве в пятницу пасмурно, дождь временами сильный. Температура 22 градуса выше ноля днем, вечером плюс 18. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова